Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Людям старшего поколения, которые сделали прививки или переболели коронавирусом, нужно помочь получить QR-коды для проезда по социальным картам. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров. Как с иголочки в Самару прибыли вагоны метро после прохождения капитального ремонта. Что изменилось? С 1 января следующего года налог на доход по вкладам будет рассчитываться по-новому. Кого это коснется, расскажем в новостях экономики. Людям старшего поколения, которые переболели коронавирусом или сделали прививки, но так и не смогли получить QR-коды, нужно оказать помощь, чтобы они могли пользоваться социальными транспортными картами и свободно перемещаться по городу. Для этого привлекут волонтеров. Такую задачу на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса поставил губернатор Дмитрий Азаров. Какие еще решения приняли, расскажем в сюжете. По информации регионального Роспотребнадзора, люди старше 65 лет – самая уязвимая категория. Нередко заболевание коронавирусом заканчивается для них летальным исходом. Чтобы оградить старшее поколение от COVID-19, с 11 октября временно приостановлено действие социальных транспортных карт для граждан 65 лет и старше, не прошедших вакцинацию и не имеющих сертификата о перенесенном заболевании. Но в итоге картами не смогли воспользоваться и те, кто сделал прививку, поскольку они не обладают техническими знаниями, чтобы использовать QR-код или смартфонами. Ситуацию нужно срочно исправить, заявил губернатор. Приняли решение, было предложение оперативного штаба, приняли решение по социальным картам. Но смотрите, что происходит. У меня огромное количество сейчас жалоб людей на какой предмет, что люди старшего поколения вакцинировались, переболели, а им социальные карты закрывают. Здесь, на мой взгляд, совершенно очевидно, мы не доработали с этой возрастной категорией. Здесь, конечно, нам необходимо, чтобы все социальные работники включились в эту работу. Дмитрий Азаров поручил региональному Минздраву всем социальным службам региона с привлечением волонтерских организаций в кратчайшие сроки наладить работу по оказанию помощи жителям старшего поколения в получении необходимых документов и отладке работы карт. Эту задачу он поставил пред всеми главами муниципальных районов и городов Самарской области. Губернатор поднял вопрос о разблокировке транспортных карт тем, у кого есть медицинский отвод. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян сообщил, что в ближайшее время в поликлиниках на постоянной основе будет организована работа врачебных комиссий, чтобы люди, в том числе пожилого возраста, могли подтвердить временные противопоказания для вакцинации. Каждому пациенту, у которого фигурирует временный медицинский отвод, который на деле является временным противопоказанием к вакцинации, необходимо явиться в поликлинику по месту жительства, к которому он прикреплен, и, соответственно, прийти на врачебную комиссию. Глава региона также обратил внимание на необходимость увеличения темпов вакцинации населения, особенно в старшей возрастной категории. Общий темп прививочной кампании от коронавируса по итогам прошлой недели вырос до 8 тысяч вакцинаций в сутки. Сегодня более 1 млн 223 тыс. жителей региона сделали прививку от коронавируса. Более 1 млн 140 тыс. человек полностью завершили вакцинацию. Привиты 58% населения, рассказал министр здравоохранения Армен Бинян. Виктория Шарая, События. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекции в Самаре выше среднеобластного на 7%. Такие данные озвучили на заседании городского штаба по борьбе с COVID-19. Глава Самары Елена Лапушкина распорядилась усилить контроль за соблюдением всех противоэпидемических мер в столице региона и обратить особое внимание на проведение прививочной кампании и работу волонтерских организаций. Как живет Самара в период пандемии и что необходимо для того, чтобы вывести город на долгожданное плато по заболеваемости, расскажет Ольга Павлова. Если еще 7 дней назад число заболевших новой коронавирусной инфекцией за неделю едва достигало 2000 человек, то сегодня можно с уверенностью сказать, этот рубеж мы перешагнули. Только с 11 по 17 октября в Самаре зарегистрировали 2210 пациентов, зараженных COVID-19. По уровню заболеваемости областная столица сейчас на четвертом месте после отрадного Октябрьска и Новокуйбышевска. Положительный тест на коронавирус все чаще регистрируют в возрастной группе от 30 до 49 лет, а также у самых маленьких жителей города. За 7 прошедших дней COVID-19 заразились 14 малышей до года, и все меньше пациентов болеют новой коронавирусной инфекцией бессимптомно. Сейчас цифры бессимптомного течения маленькие, из недели в неделю. И эта ситуация характерна не только для города Самары, она характерна в целом на территории Российской Федерации. Ограничительные меры уже доказали свою эффективность при переводе школьников с 6 по 10 классов в формат дистанционного обучения. С разделением потоков в этой возрастной группе сейчас регистрируют наименьший прирост заболевших. Меры вынуждены, утверждает в департаменте образование, но при нестабильной педобстановке единственно верное. Напомню, мы приняли решение на последнем штабе неделю назад продлить дистанционное обучение до 7 ноября. Последняя неделя каникулярная заканчивается и, соответственно, будем принимать в период 1-3 ноября решение о продлении дистанционного обучения. На особом контроле пациенты с положительным тестом на ковид, который находится на амбулаторном лечении. В течение 14 дней после заражения они должны соблюдать режим самоизоляции, выполнять рекомендации лечащего врача и находиться дома, а также отвечать на телефонные звонки из поликлиники и пускать к себе домой, если такая необходимость возникнет, мобильные бригады медиков. Сейчас максимально жесткий контроль за амбулаторными больными. Ежедневно нам предоставляете информацию, сколько людей проверили по факту, сколько людей были на местах, кого не было, какие меры приняты. Развернут в Самаре волонтерский штаб по оказанию помощи заболевшим. В месяц туда поступают более 50 заявок, в основном от пожилых людей. Сейчас я поставила задачу напомнить и о телефонах горячих ледников, где работают наши волонтеры, которые могут оказать содействие и привезти лекарства, привезти продукты питания, заплатить за жилищно-коммунальные услуги, какие-то другие, сделать необходимые вещи людям, которые находятся у нас на амбулаторном лечении. В настоящее время рассматривается вопрос организации работы волонтеров по оказанию помощи в получении QR-кодов. Напомним, теперь они необходимы людям старше 65 лет для разблокировки транспортных карт. Соблюдение всех требований регионального Роспотребнадзора и выполнение постановления губернатора необходимо для того, чтобы снизить число зараженных и выйти по уровню заболеваемости на долгожданное плато. На всех видах транспорта продолжатся проверки на соблюдение масочного режима, а руководителям предприятий нужно предоставить данные о своевременной вакцинации своих сотрудников. Напомним, до 1 ноября этого года необходимо быть привитым хотя бы одним компонентом препарата, либо предъявить медотвод. Сотрудников без соответствующих документов будут отстранять от работы без сохранения заработной платы. Ольга Павлова, Константин Головин, События. 1 миллион 236 тысяч жителей Самарской области уже сделали прививку от коронавирусной инфекции. Более миллиона вакцинировались двумя компонентами. Многие уже начали прививаться повторно. Это рекомендуют делать через полгода, чтобы в организме выработались новые антитела. В числе тех, кто прошел ревакцинацию, министр здравоохранения региона Армен Бинян. Какой вакциной он решил привиться во второй раз, расскажем в сюжете. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян пришел уже за повторной дозой иммунитета. Первый раз привился от коронавирусной инфекции в апреле. Спустя полгода необходима повторная вакцинация. Весной министр выбрал спутник ВИИ, теперь прививается лайтом. Однако для повторной прививки можно использовать любую вакцину из официально зарегистрированных. Их сейчас четыре. Не сдавал никаких анализов на антитела, поскольку основным является именно временной промежуток. Прошло шесть месяцев, нужно сделать повторную вакцинацию для того, чтобы создать максимальный уровень напряженности иммунитета в организме. Имеется достаточное количество всех видов вакцины, более 350 тысяч доз во всех поликлинических учреждениях Самарской области. И отмечаю, что постепенно наращивается темп вакцинации повторной. Одновременно проводим работу, конечно же, с введением пюар-кодов во все сферы жизнедеятельности. Во второй клинической больнице прививку от ковида сделали более 12 тысяч пациентов. И уже каждый десятый прошел повторную вакцинацию. Еще совсем недавно медики фиксировали спад желающих получить иммунитет. Но уже сегодня большой приток. Особенно активны люди старшего поколения, которые находятся в зоне риска. Заболевания как грипп, так и новая коронавирусная инфекция у них протекает тяжелее. И риск осложнений гораздо выше. Риск тяжелого заболевания выше. И риск неблагоприятного, самого плачевного исхода тоже растет с возрастом. В осенний период, когда традиционно возрастает количество респираторных заболеваний, врачи советуют прививаться и от гриппа. Но только спустя месяц после вакцинации от ковида. Светлана Кудрявцева, События. Сделал прививку, тренируйся сколько хочешь. В самарские бассейны и фитнес-клубы теперь можно попасть только при предъявлении QR-кода. Как это работает, узнала Ольга Хомракулова. В Самаре продолжают действовать меры, направленные на снижение распространения коронавируса. С 18 октября все 84 фитнес-клуба в 9 районах города принимают посетители только по QR-коду сертификата о вакцинации или при предъявлении справки о перенесенном заболевании. У нас с нашими фитнес-центрами организована группа, общий чат, где мы все вместе обсуждаем все возникающие вопросы. К сожалению, у ковида у него совершенно другие правила, другие понятия. Поэтому я как спортсмен тоже переболел ковидом. И все мои ежедневные занятия спорта меня от этого не уберегали. Поэтому необходимо прививаться. Со стороны города мы продолжим, обязательно продолжим мониторить, как выполняются рекомендации и те меры, которые были приняты решением оперштаба, как областного, так и городского. На практике все происходит просто и быстро. Чтобы попасть на занятия, достаточно предъявить QR-код на телефоне. Весь процесс занимает не больше минуты. В целом у нас практически все прилиты и так были. Поэтому особо никаких хлопот это нам не принесло. Люди занимаются у нас по социальной разметке. Тренеры следят за ними, дабы не было каких-то столкновений. У нас нет полной заполняемости, у нас все соответствует нормам. Посещение с использованием QR-кодов распространяется также на бассейны, любые спортивные клубы и залы, театрально-концертные и цирковые организации, культурно-досуговые учреждения. Ольга Хомракулова, Григорий Плешаков, События. Впереди вас ждут новости экономики. Расскажет о них Виктория Шарая. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. С 1 января следующего года налог на доход по вкладам будет рассчитываться по-новому. Кого это коснется? Всех налогоплательщиков, в том числе и нерезидентов Российской Федерации, налогообложению подлежат доходы в виде процентов, полученных по вкладам и остаткам на счетах в банках на территории России, независимо от того, в каком году был открыт вклад. Подробнее остановлюсь на этом сразу после информации о курсах валют. Доллар подешевел. Сейчас он стоит 70 рублей 96 копеек. Евро подрос. Его цена 82 рубля 68 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 85 долларов 6 центов за баррель. С 1 января 2022 года налог на доход по вкладам будет рассчитываться по-новому. Это коснется всех налогоплательщиков, в том числе и нерезидентов Российской Федерации. Напомню, с 1 января текущего года налогообложению подлежат доходы в виде процентов, полученных по вкладам и остаткам на счетах в банках на территории России, независимо от того, в каком году был открыт вклад или за какой год начислены проценты, которые выплачиваются физическим лицам, такие доходы будут облагаться налогом на доходы физических лиц по новым правилам. По словам экспертов, ставка НДФЛ с процентных доходов по вкладам составит 13%. Она будет одинаковой как для налоговых резидентов Российской Федерации, так и для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами страны. НДФЛ будет облагаться суммы, превышающие все полученные в течение года проценты по рублевым и валютным вкладам и счетам в банках на территории России над показателем, рассчитанным как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Центробанка, действующей на 1 января налогового периода. На выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет правительство России дополнительно выделило 28,5 миллиардов рублей и еще почти 6 миллиардов рублей семьям, воспитывающим трех и более детей. Такие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет в текущем году уже было направлено 276 миллиардов рублей. Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Сейчас такими выплатами обеспечены чуть менее 3 миллионов детей. В свою очередь на выплаты семьям, воспитывающим трех и более детей, в федеральном бюджете предусмотрено свыше 59 миллиардов рублей. В правительстве уточнили, что эти семьи имеют право на специальные ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнилось три года. Сейчас такую помощь получают более 620 тысяч многодетных семей, а благодаря дополнительным средствам из резервного фонда удастся обеспечить выплатами еще 48 тысяч детей в таких семьях. Деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства в России показала сезонное снижение и вернулась к средним показателям 2021 года. Об этом свидетельствует ежемесячный индекс, который составляют банки и бизнес-объединения. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности ниже снижения. В январе 2021 года деловая активность находилась в зоне снижения и составляла 49,3 пункта. Затем показывала стабильный рост, достигнув в мае рекордных 54,5 пунктов. После этого показатель немного снизился, но остался в зоне роста. В июне и в июле на уровне 52,5 пунктов. В августе рост возобновился. Так деловая активность микропредприятий снизилась. Индекс в малом бизнесе удержался в зоне роста, но также чуть снизился. Средний бизнес чувствует себя лучше, чем микро и малый. За счет более высоких продаж и доступности кредитов он вырос на один пункт. Снижение показателей индекса связано в первую очередь с ухудшением ожиданий, что в целом характерно для осеннего периода. В этих условиях основной задачей для малого и среднего бизнеса становится необходимость учета этого фактора в своей деятельности и принятие превентивных мер. При этом крупные компании чувствуют себя в подобных условиях более устойчиво, а из сфер деятельности производства меньше, чем услуги и торговля подвержены сезонности. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В Самаре продолжают круглосуточно следить за подачей тепла в многоквартирные дома и другие объекты города. На сегодняшний день теплоподачу осуществляют в полном стопроцентном объеме. Профильный городской департамент напоминает жителям, что если в доме возникают проблемы с отоплением, необходимо звонить на горячую линию. Актуальный номер телефона размещен на официальном сайте городской администрации. Обратная связь поможет в кратчайшие сроки решить возникающие проблемы. На сегодняшний день через систему ЕДДС поступило 36 обращений. Все обращения, естественно, отрабатываются по адресу с выходом на место. То есть есть обращения, выходим по факту или отрабатываем постоячно, или если выявляется повреждение, отрабатываем в нормативные сроки повреждения. В Самаре дороги и тротуары расчищают отопавшие листвы. Работы в самом разгаре, как содержат недавно отремонтированную улицу Луначарского, увидела наша съемочная группа. В этом году на улице Луначарского автодорогу и прилегающие территории в границах Новосадовой и автобусного проезда комплексно обновили. Кроме дорожного полотна заменили люки коммуникации, бортовые камни, урны. На тротуарах уложили плитку и смонтировали новое освещение. Преобразились и газоны, на которых специалисты подрядной организации, выполнившие ремонтные работы в срок, посеяли траву. Здесь все переоборудовано, очень красиво. Мне все это очень понравилось. И дорожка, и как все сделано. Луначарского – одна из улиц, ведущих к самарскому филиалу Третьяковской галереи, станции Митрополитена, скверу памяти борцов революции, у которого теперь новое лицо, благодаря еще одному нацпроекту «Жилье и городская среда». После обновления объекты должны прослужить городу и жителям как можно дольше. Своевременная уборка позволяет сохранить благоустроенный облик улицы. Осенью бригада муниципального предприятия благоустройства выполняет целый комплекс работ. В частности, здесь периодически очищают дорогу, тротуар и газоны от опавшей листвы. Особое внимание во время уборки при лотковой зоне автодороги, чтобы ливневая канализация не забивалась и был обеспечен полноценный отток воды в ливневке. Это предотвратит и преждевременное разрушение нового асфальтобетонного покрытия. Помимо уборки листвы, территорию избавляют от пыли и грязи, занимаются подбором мусора, очисткой урн, вывозом сухих веток. Не меньшее внимание уделяется и санитарному содержанию выходов на пешеходные переходы, съездов на внутриквартальные дороги, где для маломобильных граждан оборудованы современные пандусы. За процессами на дорожных объектах регулярно следят сотрудники МБУ Дорожное хозяйство. Уборка дорог, газонов и тротуаров должна проводиться не только качественно и своевременно, но и бережно. Если мы говорим про уборку непосредственно не на проезжей части, а на тротуарах, то все мы прекрасно понимаем, что на данных участках должна работать малогабаритная техника, то есть такая как БЭПКАД, для того, чтобы не нанести вред покрытию плиточному, чтобы не разрушить уже существующий ремонт. С наступлением зимы работники городских служб благоустройства будут заниматься уборкой снега и наледи. Марина Петрова, Николай Сидоров, События. Как с иголочки. В Самару доставили вагоны метро после капитального ремонта. Заменили все по технической части. Салон также не обошли вниманием. В числе первых обновленные вагоны оценил Максим Магомедов. Как новенькие. В Самару из северной столицы прибыли шесть вагонов метро, которые проходили на берегах Невы капитальный ремонт. Их доставили локомотивом по железной дороге на собственных осях. Вагоны служили верой и правдой с даты открытия метрополитена. Летом вышел срок их эксплуатации. Потребовалось провести полную замену узлов и агрегатов. Такая возможность появилась благодаря реализации государственной программы развития транспортной системы Самарской области на 2014-2025 годы. А именно ее подпрограммы развития пассажирского транспорта в Самарской области. Пневматическая часть подвижного состава полностью заменена на новые резервуары, стояночные тормоза, воздухораспределители. Пневматическая часть, тормоза – это очень серьезно, поэтому здесь все полностью с нуля поменено. В заводских условиях специалисты позаботились о том, чтобы эти вагоны стали не только комфортабельными и для пассажиров, и для машинистов, но и максимально отвечали всем требованиям безопасности. Их оснастили автоматической системой пожаротушения. Причем работы производились с использованием трудногорючих материалов, рассказали в дирекции муниципального предприятия «Самарский метрополитен». Особое внимание уделено и контролю за безопасностью в межвагонном пространстве. Установлены предохранительные устройства, которые предотвратят случаи падения пассажиров между вагонами состава. Заменили не только техническую часть, обновили и интерьер салонов, в которых теперь установили светодиодное освещение, новые поручни, антивандальные сидения, стекла, пластиковые обшивки и камеры наблюдения. Не забыли и об удобстве маломобильных граждан. Для них предусмотрены специально отведенные места. Внешний вид вагонов тоже изменился. Теперь они вызывают ассоциации с одним из символов Самары – ладьей. Прокатиться в обновленном составе можно будет в начале ноября. Сейчас сотрудники метрополитена готовят его к эксплуатациям. Завтра прибывает сервисная группа, которая будет производить пусконаладочные работы вагонов. Произведем обкатку вагонов в ночное время. И по истечению всех принятых мер технических, далее составы будут выданы для работы на линии. Срок службы капитально отремонтированных вагонов составит 15 лет. Поезда сформируют из числа вновь прибывших вагонов. Четыре вагона будет в одном составе, а также из числа тех, которые после такого же капремонта оставались в резерве с 2020 года. После этого из Санкт-Петербурга ожидается прибытие дополнительных пяти капитально отремонтированных вагонов. Таким образом, совсем скоро на линию выйдут еще несколько обновленных поездов. В ближайшие годы планируется привести в порядок весь парк техники. В ожидании капремонта вагоны регулярно проходят техобслуживание и текущий ремонт, которые производятся собственными силами на базе электродепо. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки здесь также на особый контроль поставлена работа по усиленной мойке и дезинфекции как транспорта, так и станций. Максим Магомедов, Николай Епифанов. События. Перепиши себя и близких. Впервые за всю историю переписи населения в ней можно поучаствовать в электронном формате. В общественной палате Самарской области обсудили, как проходит процесс сбора сведений. Об этом расскажет Никита Колосов. Впервые за всю историю России перепись населения проходит в электронном виде. Можно дождаться прихода переписчиков, а можно самостоятельно ответить на вопросы на сайте Госуслуг, что особенно ценно в период пандемии. Тем более, что 86% жителей региона имеет на сайте личный кабинет. У нас есть все шансы пройти эту перепись именно в электронном виде, что важно, учитывая сегодняшнюю эпидемиологическую ситуацию. У нас есть такие закрытые заведения, так как пансионаты для инвалидов, для престарелых, детские дома, интернаты и так далее. Там перепись, естественно, будет происходить только с участием администрации. Тоже это связано с эпидемиологической обстановкой. Жители региона, которые не смогли заполнить анкету на сайте, могут это сделать в стационарных пунктах или с помощью переписчиков. С 18 октября они ходят по домам. В случае, если вы заполнили анкету и получили код, его нужно сообщить визитерам. Узнать переписчика можно по голубому шарфу и жилетке с надписью «Всероссийская перепись населения». Также у каждого есть удостоверение в виде бэджика, которое действительно только при предъявлении паспорта. Нагрузка на одного переписчика 550 человек. Это достаточно, скажем так, приличная нагрузка, больше, чем всегда. Раньше у переписчика был вот такой чемодан. Синий, с надписью «Росстат». Сейчас вы видите здесь практически все. Информацию переписчики записывают с помощью планшета российского производства на собственной операционной системе «Аврора». Он имеет антивандальный, термо- и влагозащиту, две карты памяти. Также переписчику выдается два пауэрбанка и стилус. Планшет закреплен с определенным переписчиком, который через свою учетную запись заносит данные о домохозяйствах. Потом они отправляются в Росстат. У нас 16%, то есть, по сути, каждый шестой житель Самарской области готов ответить на вопросы переписчиков у себя дома. 7-8% придут на переписные участки самостоятельно. И практически 60% жителей пройдут перепись населения самостоятельно на сайте госуслуг. Это однозначно говорит о высокой цифровой зрелости жителей Самарской области. Заполнить анкету на сайте может любой житель старше 14 лет, в том числе и не являющийся гражданином Российской Федерации. Никита Колосов, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok